Один дом, две управляющие компании. 78-й дом по улице Георгия Димитрова оказался в центре коммунального противостояния. После того, как бывшая управляющая лишилась лицензии, жители выбрали новую – Жилуниверсал. Но вскоре появилась еще одна контора – бизнес-центр, которая тоже якобы взяла дом в управление. Жители пытаются разобраться, квитанции чьей управляющей нужно оплачивать, чтобы не остаться в долгу. Ситуацию разъясняет руководитель Центра общественного контроля ЖКХ Виктор Часовских. К лицензии управляющей компании, говорит он, прилагается реестр домов, которыми она управляет. Если собственники проводили собрание по смене компании, это должно быть отражено в официальном протоколе, а его нет. Государственная жилищная инспекция говорит, что это собрание незаконно было проведено, поэтому изменения в реестр не было сделано. И на сегодня официально, если говорить с точки зрения официальности, Жилуниверсал является управляющей компанией, которая обслуживает этот дом, которой надо платить деньги. На сегодняшний день действует договор между управляющей компанией Жилуниверсал, Департаментом управления имущества в отношении этого дома. В отношении этого дома действуют все договоры с ресурсоснабжающими организациями, тепло и вода. Кроме дома на Димитрово, в управлении компанией Жилуниверсал еще почти 700 домов. Марина Матвеевшина, Алексей Золотенков, События. Субтитры создавал DimaTorzok